Дорогие друзья, мы часто задаемся вопросом «А почему есть зло в этом мире? Плохие вещи? Проблемы?» Было бы намного легче без всего этого. Мы постараемся сегодня ответить на этот вопрос через призму ивыцких слов и букв. Святого языка. Расчет окодыш – святой язык. Это двадцать две буквы, которые Бог сотворил весь мир, в том скрыто столько тайн и столько мудрости. Слово «ра» – зло на иврите. Это буква «р» и буква «ань». Если почитать это же слово, только наоборот, выходит слово «р», что означает «проснуться», «пробудиться». Всевышний нам посылает проблему, зло, как сигнал, как звонок. Это когда человек меняется, и его судьба меняется. Когда в природе мы видим рака, у него мягкое тело – это выводы панцией. Но этот панцией не дает ему развиваться, расти. Ему неудобно, дискомфортно. Что он делает в ответ? Спускается в погоду, разбивает этот панцирь, и выращивает снова. И так каждый раз, когда неудобно, он знает – это знак, что надо что-то поменять. Рассказывает Каббала, когда у человека есть неудобства – «меняй одеяние твоей души, левушей, левушей». Это наши мысли, это наши слова, это наши действия. «Был однажды богатый человек в Израиле, очень успешный. Но в один день он потерял все свое имущество, продал все, что у него было. Несмотря на это, у него остался еще долг на 17 тысяч чекелей. Надо было его еще покрыть. Что делать? Он идет к другу своего детства в Мигдалея-Зриэле, в Тель-Авиве. Его друг его моментально выручает, дает ему эту сумму. Он поднимается на крышу полюбоваться Тель-Авиве. И как только он стоит на этой крыше, сильный ветер подул, дверь захлопнулась, батарейка села от телефона, и он не знает, что делать. Он кричит, люди еще уходят с работы, никто его не слышит. И вдруг он понимает, у меня еще есть деньги. И он бьет купюру 200 чекелей, бросает ее вниз. Человек ее поднимает. Он даже не подумал посмотреть, откуда это упало, на что этот человек расчитывал. И он говорит, я больше сейчас уже пять купюр по 200 чекелей. И обязательно кто-то заметит меня. Он бросает эти купюры, уже два человека спорят, кто первый увидел. Но никто даже не подумал посмотреть, откуда. И в конце, уже в полном отчаянии, он бросает всю сумму, которая у него была. Он был уверен, что когда такая большая сумма упадет, обязательно люди поймут, что просто так это не падает и его увидят. Но нет. Большой скоплен народа, большой шум и гам, кто первый увидел, но никто не посмотрел наверху. И вот он уже остался без ничего, на крыше, не знает, что делать. И вдруг он замечает там в углу маленькие камушки. Он их берет. Уже нечего терять. И он кидает эти камушки. И как только он попадает в кого-то, моментально этот человек начал кричать. Кто в меня это босил. Возмущенно смотрит наверх. И его находит. И поводит ему в полицию. Он никогда был так счастлив увидеть полицейских. После этого он сказал, что я получил урок для этой жизни. Пока на тебя падает благословение, то, может быть, помню долова, шекеля, губля, не важно. Ты не задаешь вопрос, за что это мне Бог дал. Но как только маленькие камушки. Все. Все. Моментально за что, почему. Доволь для нас, что Всевышний от нас ожидает. Наши взоры. На небо. Нашу связь. Когда падают благословения. Чтобы камушек не надо было бросать. И заметьте, действительно, когда люди будут часто в силу Бога. Когда проблемы начинаются. Намного чаще, чем когда все хорошо в этой жизни. Я хочу вам всем пожелать. Чтобы мы, свой взор всегда, через желанное небо. Чтобы мы всегда подарили благословения. И не надо было бросать никакие камушки. Ага.